Татьяна Зарипова 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 Коучинговый подход, коучинговое мышление руководителя, коучи, которые есть в команде, которые помогают мягко создать те условия для трансформации бизнеса и для вывода бизнеса на новый уровень. И хочу с вами поделиться, что же помогает этой трансформации, про что это. Для меня я занимаюсь экспертной темой развития личностного потенциала, и для меня это является ключевым фактором. Что такое человеческий потенциал? Как его можно, знаете, максимально достать? И когда я наблюдала одну историю, не очень такую приятную, когда родители спасали своего ребенка, и я наблюдала эту картину, когда у отца появились сверхспособности для того, чтобы помочь своему ребенку, он вытащил, у него появилась какая-то недюжая сила вытащить его из-под колес. И это было невероятно. Так значит, есть факторы и катализаторы, которые позволяют раскрываться этому потенциалу, заложенной в отце. То же самое, друзья мои, можно делать и без жестких условий катализатора. Замечали вы про себя? Когда мы оказываемся кто-то в условиях стресса или в условиях, знаете, такой сверхнагрузки, мы можем больше, раскрывается та суперсила, которая есть в нас. И это про наш потенциал. Так вот, можно раскрывать и нужно потенциал раскрывать каждого сотрудника для раскрытия компании всецело. Как это делать? Моя любимая, конечно, история и мои большие изменения в моей личной жизни начались тогда, когда я ушла из экспертной позиции. Как лидера, как лидера в семье, как лидера в проектах. Я начала вместо экспертной позиции задавать вопросы людям. И самое интересное, что этот навык можно и нужно обучаться. Что такое сильные вопросы? Почему они сильные? Почему они трансформационные? Когда руководитель компании спрашивает, слушай, ну как у тебя? Ты не выполнил задание? Да, я не выполнил задание. Провалил KPI. И руководитель компании говорит, слушай, обрати внимание, вот на это, на это, на это. Ты не сделал, как мне показалось, вот это, это, это. И я тебе советую сделать это, это, это. Знаете, механизм какой включается? Такой, знаете, пассивного человека, абсолютно лишенного мотивации что-то сделать. А зачем? Руководители так все знают. Мне зачем доставать свои внутренние ресурсы? И в таком, знаете, велотекущем процессе, когда один лидер все знает и понимает, один — это такая, знаете, маленькая единица. И вместо этого, если бы руководитель спросил, что тебе поможет прийти к результатам, а какой результат ты хотел? Для меня сильные вопросы — это те, которые позволяют раскрывать вот этот горизонт. это точно открытые вопросы, которые не несут однозначного ответа «да» и «нет». Это вопросы, нацеленные, что тебе важно, что будет результатом твоей работы, почему это важно для тебя. Еще хочу поделиться двумя интереснейшими инструментами, которые помогают, первое, обратить внимание на то, как объединять и строить такие, знаете, общие цели в команде. Наверняка каждый из вас сталкивался с тем, что вы вырабатывали общую цель проекта, и как сделать так, чтобы эту общую цель разделяли все члены команды, чтобы мы договорились, ради чего большего мы начинаем этот проект. Неразделенные цели, необсужденные миссии, а просто где-то вывешенные на сайте компании не являются той ценностью, которую разделяет каждый сотрудник. А это очень важно для того, чтобы развивалась внутренняя мотивация. Как часто мы, знаете, как руководители, начинаем придумывать разные внешние стимулы для того, чтобы сотрудники побежали. Это финансовые стимулы, мотивация. Мы отправляем на обучение, мы развиваем их, как нам кажется, и постоянно даем такие, знаете, импульсы и пряники. Но они работают в короткий период времени. И основная задача, как с помощью коучинга развивать вот ту самую внутреннюю мотивацию. И здесь к нам приходит наш волшебный инструмент «Четыре вопроса планирования». Про что это, друзья? Когда мы начинаем проект, когда мы начинаем работать с командой проекта, мы начинаем свою сессию и наше с вами совещание, потому что мы начинаем договариваться, а что каждый из нас хочет в этом проекте. Какой результат для вас был бы оптимальный? Куда мы бежим все вместе? И на какой срок мы хотим? Это волшебный вопрос «Что вы хотите на самом деле?» Когда высказывается каждый, и лидер команды объединяет, что всех объединяет, потому что цель оказывается, результат у каждого может быть проразный. Второй шаг, второй вопрос сильный. А как вы поймете, что результат получен? И каждый высказывается, как он будет чувствовать, по каким критериям он понимает, что этот результат получен? Третий вопрос. И вот здесь, наверное, самая ключевая история, друзья. На этом этапе происходит развитие той самой внутренней мотивации и развитие приверженности этой команде и этим людям. Почему мне это важно? Почему я хочу идти с этими людьми? И когда каждый высказывается и находит ту ценность, ради чего большего он будет в этом проекте с этими людьми, поверьте, вот этот вот внутренний стержень, и с этими людьми их не нужно дополнительно мотивировать. Четвертый важный вопрос планирования, когда мы определяем общую цель и общую такую визуализацию цели, это что нужно сделать, чтобы этот результат был достигнут? Его можно спросить через будущее, когда лидер спрашивает, как если бы мы с вами получили этот идеальный результат? Как мы поняли и что мы сделали для того, чтобы этот результат был достигнут? И посмотрите, пожалуйста, для вас я подготовила такой некий чек-лист, который вы можете забрать в работу и применить, попробовать завтра. Набор разных критериальных вопросов, которые могут для вас такой стать подсказкой в бизнесе для работы с вашими командами. И это про то, какие задачи на первом этапе были самыми важными, какую задачу мы берем в работу, какой самый идеальный результат для работы. И проходим по четырем вот этим критериям, и это, знаете, такая рамка планирования, когда мы начинаем работать. Если достигнут результат, почему это важно, третье важное условие, и какие шаги каждый готов сделать для того, чтобы результат командной работы был таким, каким вы запланировали. Одним из моих любимых инструментов является работа команды на третьем этапе. Помните, мы говорили про то, что как важно развить эту внутреннюю мотивацию. Когда начинается серьезный проект, коучинговый инструмент, коучинг в бизнесе или лидер-коуч, начинает работать, применяя пирамиду логических уровней Дилса. Удивительнейший инструмент, который работает в различных сферах. И, в частности, в бизнесе работает великолепно. Это то, как структурно у нас укладывается шаг за шагом иерархия, которая формирует и дает опору, такой, знаете, шаг за шагом. Когда Дилс ее внедрял, он был крупным исследователем, он говорил, что наш мозг работает таким образом, знаете, слой за слоем, когда мы не можем сформировать просто видение и миссии компании без того, чтобы не проработать нижние уровни. И вам важно в любом проекте, когда вы работаете в проекте, формируете задачи компании, стратегическое развитие компании, вы идете шаг за шагом. Начиная от уровня окружения, что в этом проекте окружает нас, какие люди нас окружают в этом проекте, что для нас сейчас важно в настоящем времени. И поднимаемся вверх по пирамиде, когда мы анализируем, какими поступками, что мы делаем, что нам приносит радость, какие компетенции сейчас есть в команде, чтобы достигнуть этого проекта, какие убеждения ценности, а в чем уникальность компании, почему мы считаем, что это уникальность компании в этом, а ради чего большего мы собрались вот в этой компании для достижения проекта, а что ценного мы создаем для наших контрагентов, для наших потребителей. И только после этого, друзья, мы выходим на миссию. И когда вся команда договорилась про единую миссию и про единое видение, ради чего большего мы все бежим, тогда появляется вот эта устойчивость в нашем вуке мире, который наступил. И несмотря на то, что меняются условия, меняются стратегии, ежедневно меняются задачи, вот эта стабильность и устойчивость, которая в нас взращивается, она становится таким, знаете, ключевым у компании. Самое интересное, что после этой пирамиды, когда мы сформировали миссию видения, мы начинаем прогулку дальше вниз, пронизывая все уровни через понимание видения и миссии. То есть, когда мы точно понимаем, куда мы идем и ради чего большего идем в этом проекте, мы начинаем рассматривать, а кто мы тогда такие становимся в нашей компании. Почему это именно так? Как мы сейчас себя ощущаем? Какой образ у нас формируется? Потом мы спускаемся на уровне ценности убеждения и выходим на принципы деятельности. На чем мы опираемся как принципы деятельности в этой компании и в этом проекте? И как можно сформулировать наша компетенция? И что у нас большего появляется, когда есть вот эта миссия, ради чего большего мы все идем? Когда мы спускаемся на следующий уровень, на действие, тогда мы прорабатываем, вот исходя из всего этого объема нашего путешествия, какие шаги необходимо сделать, какие из них самые важные. И потом мы начинаем прорабатывать ресурсы, риски, что нам понадобится. И также через вопросы компания приходит к таким конкретным результатам, которые важно начать делать прямо завтра. И так как мы с вами, знаете, быстро-быстро проговорили два инструмента, для вас, друзья мои, два простых шага, исходя из того, что есть общее понимание, что мы оказались с вами в таком непростой ситуации в луко-мире. У нас есть два прекрасных инструмента для работы с командой, для формирования коучингового мышления для лидера и для ваших команд. И у нас есть пирамида логических уровней, которая позволяет по-другому выстроить проектную работу, начало проектной работы любой, которая вам важна. Что бы вы могли сделать? Два простых шага для вашей компании прямо завтра. Вы можете это подумать сегодня после всех мастер-классов и поделитесь, пожалуйста, два простых шага, может быть, в чате нашей конференции, может быть, в чате и в фейсбуке GCI Russia. Поделитесь, пожалуйста, что это будут для шаги для трансформации вашей как лидера и формирования коучингового подхода в бизнесе или для того, кто берет на себя ответственность за эти шаги. И, наверное, последним будем завершать. У нас, наверное, три минутки. На чем хочу сфокусироваться, друзья мои? У вас есть понимание того, что мир не будет прежним. Он будет всегда неустойчивым и нестабильным. У нас есть прекрасные три инструмента для трансформации бизнеса и для трансформации личной. Это наши сильные вопросы, это наши четыре вопроса планирования и наша с вами пирамида логических уровней. За что я беру ответственность? Это за два простых шага, которые я готов сделать прямо завтра. И для меня очень важная история это в том, что мы можем трансформировать себя и трансформировать бизнес только в диалоге. Спасибо огромное за внимание. Татьяна, я постаралась уложиться. Да, вы уложились как раз. Даже вызов точно сделан. У меня тайминг. Татьяна, очень много вопросов приходит. Я выделил все три вопроса, ввиду того, что время у нас ограничено. Первый вопрос, это кто является родоначальником внедрения кучникового подхода в бизнесе. И что вы сможете посоветовать почитать по этому поводу, познакомиться с этой литературой? Спасибо, Георгий. Я с радостью посоветую два моих любимых автора и родоначальники. Это Тимоти Голви и его книгу «Работа как внутренняя игра. Раскрытие личностного потенциала». У него прям ряд работ. Но это тот человек, который ввел понятие коучинга в бизнес. Он был инструктором по игре в гольф. И он заметил, что на самом деле наш самый такой основной противник это тот, который сидит у себя в голове. И он ввел понятие такая внутренняя игра. И это про самого себя. И если ты решаешь задачу самим собой, тебе очень просто работать с кем-то другим. Второй его ученик это Джон Уитмарл. И он как раз расширил и усилил понятие внедрения коучинга в бизнесе внутренней силы лидера. Прям советую почитать. И третий, наверное, это основательница Эриксоновского университета Ericsson Coaching International, представительством которого я руковожу. Мэрилин Аткинсон великолепнейшая, гениальнейшая женщина, которая как раз дает основные инструменты для расширения видения. То, что важно для нас с вами в настоящем моменте. Спасибо большое за вопрос. Следующий. Как можно поставить, как можно повлиять на мотивацию сотрудника через коучинговый подход? Спасибо, Георгий. Вот то, что я, знаете, крупными мозгами сегодня говорила, для меня эта тема является очень такой актуальной. Я много про это говорю. Система мотивации, мы говорили, что внешне, которые пытаются сделать руководители финансовой, особенно мотивации, она работает, это, знаете, как такой стимул, там, на месяц, на два. И опять придумываешь новую пилюлю, которая позволит команде дальше бежать. Коучинг позволяет развивать ответственность и осознанность, которая влияет на внутреннюю мотивацию, ради чего большего я готов с этими людьми быть, почему я разделяю миссии компании. А это только коучинговый подход лидера и коучинга в принципе в позиции компания. Потому что коучинг позволяет наладить другую систему межличностных коммуникаций между сотрудниками. И это очень эффективно. Татьяна, спасибо большое за ответ. И следующий, уже третий вопрос, финальный. Повышается ли результативность и эффективность сотрудника после появления лидера коуча? Для работы приглашенного коуча с командой. Спасибо огромное, Георгий. Да, действительно так. И многие компании сейчас, знаете, их называют компанией нового типа, бирюзовая компания, компании, где по-другому выстроены подходы, где есть горизонтальное лидерство, где нет иерархии. И у тех компаний внедрены коучинговые подходы, и практически все лидеры этой компании коучи. это настолько влияет на, не просто на результативность, это влияет на такое широкое понимание и на очень быструю эффективность. Очень быстро получается добегать до результатов, и они невероятные. И это все еще, знаете, перепылено такой экологией и очень большими смыслами. И это очень интересно наблюдать, как компания начинает развиваться и раскрываться после появления вот этого лидера коуча, как появляется вот это мышление коучинговое. Потому что коучинг можно же не обязательно практиковать. Это то, как коучинг меняет вашу личную жизнь. Это то, как коучинг влияет на вашу большую смысл и на большую ценность вас как лидера. Это то, как команда начинает идти с вами. Не за вами, а с вами. Это очень важно. Татьяна, спасибо большое за мастер-класс. Очень интересный и важный мастер-класс получился. Спасибо огромное за приглашение. На своем опыте я понял, что руководителям организации, предпринимателям как себе, я понял, что просто необходим в современном мире именно коучинг, наставник, потому что, чтобы достигнуть каких-то новых в соцбизнесе, это уже прямо необходимо. Совершить квантовый скачок, ты именно скачешь, именно должен проходить с коучингом. Да. Спасибо огромное. И да, я всегда с радостью, во-первых, их жду, конечно, в университете Эриксон-Казань, и я с радостью работаю с командами и сопровождаю людей для раскрытия их потенциала и создаю максимальную среду для руководителей бизнеса, для того, чтобы по-другому выстроить вот это взаимодействие, сформировать эту устойчивость в нашем мире. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.